Привет, друзья! Я нахожусь в городе Углич, Ярославской области. Это примерно 100 километров от Ярославля и около 200 километров от Москвы. Город небольшой, но постоянно является магнитом для туристов, в том числе иностранцев. Пойдем погуляем, посмотрим, что здесь есть интересного. Город Углич очень старинный. Его основали еще в 937 году. Берег, который вдается в Волгу своеобразным углом и дал название городу. По другой версии, название получено от промысла, который был популярен в городе. Это изготовление тревесного угля. Свою печальную известность город получил во времена правления Бориса Годунова. Именно здесь был убит наследник престола, сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Его мать Мария Нагая приказала бить в колокол, чтобы оповестить всех людей о гибели царевича. В городе начались беспорядки, а в смерти царевича был обвинен Борис Годунов. Конечно, волнения были подавлены, а самых рьяных зачинщиков казнили. Интересно, что казнины были не только люди, но и колокол, возвестивший о гибели царевича Дмитрия. Ему вырвали язык, оторвали одно ухо и сослали в город Тобольск. Колокол-узник был возвращен в город только спустя 300 лет. И сейчас он хранится в музее. Царевич Дмитрий причислен к лику святых. На месте его гибели установлен памятник в Углическом Кремле. А его образ можно увидеть и на флаге, и на гербе города. Музыка. 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 Наверняка многие из вас видели, слышали, а может быть даже носили знаменитые в Советском Союзе часы-чайки. Этой марку часов как раз выпускали в Угличе. За моей спиной проходная часового завода, который здесь образовался еще до начала Великой Отечественной войны и проработал до 2006 года. После этого завод распался на много различных предприятий. Многие цеха его уже продали под торговые центры, другие предприятия. А заводе, который когда-то насчитывал почти 10 тысяч сотрудников и выпускал 5 миллионов механизмов в год, а сейчас занимает несколько цехов, на нем работает около 200 человек, и они выпускают буквально считанное количество изделий. На заводе «Чайка» когда-то был поставлен рекорд. Здесь произвели самые маленькие механические часы, и до сих пор этот рекорд никто не побил. Примечательно, что в советское время ежегодно более миллиона механизмов, произведенных на «Чайке», уходили на экспорт в различные страны мира. Таких стран было больше сотни, в том числе Швейцария. Внутри швейцарских часов знаменитых на весь мир своей точностью стояли механизмы, произведенные на заводе «Угличе». Я нахожусь на берегу Волги, воду которой перекрывает «Углическая ГЭС». Гидроэлектростанция была построена в 1940 году силами заключенных «Волголага». Во времена Великой Отечественной войны отсюда подавалось электричество для освещения столиц. А за моей спиной рабочее колесо турбины. Его диаметр 9 метров, 4 лопасти и общий вес 120 тонн. На него подала вода и оно уже вращало ротор турбины и вырабатывался электрический вток. Это колесо настоящее и оно отработало целых 70 лет на «Углической ГЭС». «Углическая ГЭС»